Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуру Чувашской Республики. И я, и ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам соблюдения прав граждан при переселении из ветхого или аварийного жилья. Тема является актуальной, так как на сегодняшний день в нашей республике немало домов, признанных ветхими или аварийными. Особенно важно отметить, что здесь создаются угрозы безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих в таких домах. Как решают эти проблемы чиновники и когда уже необходимо вмешательство прокуратуры, мы постараемся выяснить у гостей сегодняшней передачи. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской Республики Дмитрий Владимирович Леонтьев. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Дмитрий Владимирович, поскольку тема сегодняшней передачи посвящена вопросам переселения из аварийного жилья, хотелось бы все-таки уточнить, как в Чувашской Республике организован процесс переселения из ветхого аварийного жилья наших граждан? Основной механизм переселения граждан – это реализация республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья, который расположен на территории Чувашской Республики, который принят на 2013-2017 годы. Это как раз предусматривает поэтапное расселение жильцов в 844 аварийных домов на территории Республики, в которых проживают более 17 тысяч граждан. На сегодняшний момент завершено расселение порядка 7 тысяч человек, это составляет около 54%. То есть остальные жильцы будут расселены в рамках третьего и четвертого этапов, которые будут завершены в 2017 году. Все замечательно. А давайте все-таки поясним, на что вправе рассчитывать граждане, чьи дома признаны аварийными и подлежащими сносу? Здесь все зависит от категории лиц, к которым относятся граждане. Соответственно, либо это собственники, либо это наниматели. Проще всего с нанимателем. Если это наниматель жилого помещения по договору социального найма, то ему предоставляют аналогичное благоустроенное жилое помещение, но в домах уже соответствующих установленных требований, то есть не являющихся аварийными. Сложнее с собственниками. То есть собственник жилого помещения в доме, который включен в республиканскую программу, он вправе требовать как по своему усмотрению, как выплаты выкупной цены за жилое помещение, так и предоставление ему другого жилого помещения. Если же собственник проживает в жилом помещении дома, который в республиканскую программу не включен, то он имеет право только на получение выкупной цены за это жилое помещение. Соответственно, аналогичное помещение, то есть ему может быть предоставлено только если будет достигнуто согласие, соглашение подписано между ним и органами местного управления, являющимся собственником, измаяющим соответствующие жилые помещения. Понятно. То есть есть разница, если, допустим, дом, в котором проживает гражданин, попал в программу, соответственно, он уже имеет право на предоставление другого жилого помещения, а если в программу не попал, то только, в принципе, имеет право на получение выкупной цены или, соответственно, если только орган местного управления согласится, предоставит ему другое жилье. Хорошо, а вот выкупная цена – это какая цена? Все-таки, если дом, допустим, признается аварийным, естественно, возможно, эта цена не устроит вовсе гражданина, потому что это остаточная возможная стоимость, и с учетом износа этого дома. Вот здесь вот какая у нас практика, как вообще оценивается эта выкупная цена, как правило? Такие случаи, когда жилые помещения оцениваются невысоко, они достаточно часто встречаются в практике, с этим ничего нельзя сделать. Тут органы местного управления осуществляют при лечении специалистических организаций оценку этих помещений, соответственно, выкупают ее по рыночной стоимости, которая будет установлена. Единственное, что в практике у нас бывали случаи, когда оценка проводилась не с соблюдением всех требований, которые установлены законом. Так у нас выкупная цена, она должна учитывать не только самую стоимость жилого помещения, но и стоимость общей доли в общем имуществе, в том числе земельном участке, потому что собственник, он также и владеет этим земельным участком. Соответственно, оцениваться должна и жилое помещение, и вот общее имущество. Однако был пример у нас в этом году по переулку Бабушкина, дом 6, когда администрация города, проводя рыночную оценку, оценила, с причинами специалистов организации, оценила только жилое помещение непосредственно, а земельный участок, он не был оценен, доля в праве собственности на земельный участок. И, соответственно, нами были приняты меры, внесено представление в целях проведения повторной рыночной оценки с учетом уже этих требований. Возникает вопрос, а какие все-таки аварийные дома могут быть включены в программу переселения граждан из аварийного жилья? Действующая республиканская адресная программа, она предполагает расселение жильцов только тех домов, которые были признаны аварийными до 2012 года. То есть, если дома были признаны после 2012 года, программа для них не сформирована. Программы, они финансируются за счет, в том числе, фонда содействия реформирования ЖКХ. И на территории республики программа, которая для домов после 2012 года, она еще не разработана, не принята. Поэтому только к этой категории домов можно отнести. Единственное, вот нами принимаются меры. Достаточно сложная ситуация была ранее, ранее, ввиду какой-то то ли неправильного подхода местного управления к организации работы, то ли безграмотности отдельных исполнителей. Межжинские комиссии признавали дома не аварийными, как того требует законодательство, а непригодными для проживания. Из-за этого своевременно эти дома в программу не входили, потому что фонд содействия реформирования ЖКХ не требует именно включения аварийных домов в программу. При наличии признаков аварийности они оставались вне программы и остаются вне программы. Соответственно, на им принимались меры по таким домам, по трем муниципалитетам. У нас тут исковые заявления направлены. Мы сейчас добиваемся включения этих домов. Несмотря на то, что неправильно формулировки были поставлены муниципалитетом при признании их аварийными, они указаны были как непригодные для проживания. Несмотря на это, мы пытаемся включить их в программу. Сейчас пока на рассмотрении сельсковые заявления находятся. Понятно. То есть такая, казалось бы, ошибка технического характера, я бы сказала, безграмотность повлияла на право граждан. Может ли сам гражданин инициировать процедуру признания дома, в котором он проживает, на квартирном доме аварийном? Конечно, может. Это право принадлежит как гражданину, собственнику жилого помещения, гражданину или быному собственнику жилого помещения, так и органу государственного жилищного надзора. То есть направляется соответствующее обращение, заявление в органы местного самоуправления. Международная комиссия, созывается Международная комиссия для обследования этого помещения, и, соответственно, принимается одно из решений, предусмотренных постановленным правительством 47-м. Спасибо. Мы как раз хотели бы показать сюжет о переселении граждан из аварийного жилья в город Чебоксара по улице Парижской коммуны. Представители городской администрации, Минстроя Чуваши и Общероссийского народного фронта входят в дом с опаской. Еще бы. Судя по всему, он может сложиться как карточный в любой момент. Самый ужас в нашем доме, что крыши разваливаются, один прекрасный день мы не просыпаемся, и мы боимся даже подниматься второй этаж. Через щели во внешней стене дома видно улицу. Зимой температура внутри подъезда практически не отличается от той, что снаружи. Обратите внимание на лестницу. Это не обман зрения, не искажение, которое дает оптика наших телекамер. Лестница попросту покосилась. По моим ощущениям, где-то градусов на 20 горизонтали. А вот уже соседний дом. Жители второго этажа ходят по полу, как по минному полю. На некоторые доски наступать нельзя. Можно провалиться к соседям. Скоро тут крыльцо второго этажа тоже к нам упадет. Оно очень разрушенное. Жители этих домов спокойно бы ждали переселения, если бы оно им светило. Дело в том, что строения не вошли в программу по переселению. Дома не признают аварийными. Судя по документам, они вообще молодеют. Так, в октябре 2011 года уровень изношенности дома по адресу улицы Парижской коммуны 16А составлял 69%, а спустя 4 года уменьшился до 64. Об участии чиновников в решении проблемы можно судить и по справке инвентаризации. Специалисты якобы осмотрели и вынесли заключение об изношенности коммунальных систем. Справка составлена по данным технической инвентаризации. Вот 31 декабря 2015 года у нас нет ни горячей воды, соответственно, ни канализации, ничего. У нас стоит газовый котел, который отапливает нижнюю квартиру и верхнюю, соответственно. Это о чем говорит? Это кто вообще подписывает? Это кто вообще такие справки составляет? Дом признается аварийным на основании решения заключения межведомственной комиссии, которая создана при администрации города, а также на основании заключения специализированной экспертизы. Такое обследование мы провели. Есть их заключение, оно представлено на рассмотрении межведомственной комиссии. Так заключение какое? Пока мы решение не вынесли. Это не единственное обращение к представителям Общероссийского народного фронта от жителей, чьи дома ветхие в жизни, но не в документах. Эта история, судя по всему, закончится хэппи-эндом. На сегодняшний день мы принципиально, официально, можно сказать, заключили соглашение с администрацией города и Ленинского района, то, что в течение месяца, это до 20 августа, по всем этим домам будет принято заключение о внесении в реестр аварийного жилья. Что ж, время идет. Дмитрий Владимирович, вы можете примерно сказать, по каким признакам все-таки гражданин может ориентироваться, могут ли его признать жилье аварийным, то есть стоит ли им обращаться с таким заявлением? Эти признаки могут быть с вами различными. Это может быть существенный износ конструкций дома, отдельных его элементов, кровли, каких-то перегородок. То есть, если вы видите, что, если граждане видят, что дом создает угрозу жизни или здоровью, есть какие-то существенные трещины, то необходимо обращаться, конечно, но обращаться без заключения специализированной организации нельзя, потому что именно оно является основанием для признания дома аварийным. Поэтому это, в принципе, возможно. И все на усмотрение жителей, если жители видят, хотя, по идее, это все должна управляющая организация мониторить, они все это видят и понимают, и должны выносить соответствующие вопросы на повестку дня общего собрания собственников и сами, как говорится, трубить об этом. В принципе, и по желанию жильцов, наверное, управляющая организация может и, соответственно, нанять услуги этой специализированной организации, которая придет непосредственно, да, вот оценку? Я думаю, да, это связано с обслуживанием дома, поэтому с необходимостью обеспечения дежащего состояния. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, какие чаще всего нарушения встречаются, которые являются органом прокуратуры при переселении граждан из аварийного жилья? Нарушения, на самом деле, масса бывает в этой сфере. Основное нарушение – это, конечно, нарушение сроков реализации каждого этапа программы. У нас четыре этапа предусмотрены программой, соответственно, каждый этап завершается 31 декабря соответствующего года. Вот, к примеру, в прошлом году, к 31 декабря 2015 года, не было нарушено сроки реализации программы на четырех муниципальных районах. Это Шумерля, Алатырь, Маргауш и Ядрин. То есть по ним до 31 декабря 2015 года жильцы не были расселены. Соответственно, сроки в первую очередь не расселены из-за бездействия подрядчиков, которые свои работы в срок не выполнили. За это поплатились в том числе и главы администрации, потому что они взяли на себя обязательство использовать межбюджетные транспорты из федерального бюджета, республиканского. А вот непосредственно к самим застройщикам были какие-то принятые меры? К застройщикам меры принимаются непосредственно администрацией. Мы следим за этим, потому что администрация должна взыскивать штрафные санкции, пене за просрочку исполнения обязательств. По трем районам это было сделано, а по Ядринскому району, к сожалению, нет. Такой возможности не было, потому что непосредственно сам глава администрации заключил доп. соглашение о продлении вот этих трех муниципальных контрактов, о продлении срока исполнения трех контрактов. Из-за этого фактически освободил от ответственности организацию подрядчика, которая ни за что не заплатила, нарушив срок исполнения обязательств. Заплатил единственное, что вот сам глава, который поплатился штрафом. Есть и другие случаи. Так у нас предоставление благоустроенных жилых помещений в рамках реализации программы должно осуществляться с соблюдением предъявленных условий. В том числе представиться жилые помещения должны в том же населенном пункте. Однако по Чебоксарскому району у нас для жильцов аварийного дома в поселке Кугесе построили дом в селе Ишлее. То есть жильцам нужно было по логике администрации выбрать себе, поменять место работы, детские сады, школы для граждан и переселиться в другой населенный пункт. Само собой, граждане отказались от этого, и фактически деньги были потрачены впустую. Хорошо, что удалось взыскать эти деньги у застройщика. Застройщик потом реализовал квартиры. Ситуация могла сложиться несколько иначе, поэтому в том числе нами были приняты меры в отношении главы администрации. Сейчас пришлось перенести из-за этого сроки реализации этапа программы на более поздний, но дом сейчас строится для жильцов этого дома. То есть получается во всех случаях, когда есть недоработка со стороны местных чиновников, всегда можно обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы были принимались меры. Я правильно понимаю? Конечно, конечно, меры принимаются нами. Спасибо большое за обсуждение столь интересной и волнующей многих граждан темы. А еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Владимирович Леонтьев. Как видим, вопросы переселения граждан из ветхого и варийного жилья являются злободневными и непростыми. Порой на кону жизнь и здоровье жильцов, их благополучие и моральное состояние. Очень многое зависит от активности как самих граждан, так и от чиновников, так и от застройщиков. Но иногда нужен хороший катализатор, чтобы ускорить эти процессы. И таким катализатором может стать прокуратура или суд. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин